Эта тема дня мы продолжаем. Спасибо, что остаетесь с нами. Прямо сейчас у нас необычный эфир. Мы хотим поздравить с юбилеем, с 80-летием Краснодарское высшее военное авиационное училище имени Серова. Юбилей училища отметила как раз. В эти выходные было поразительное выступление пилотажных групп. Это Стрижи. Они, кстати, в том числе там есть выпускники нашего авиационного училища. И сегодня у нас в гостях необычные гости. Я с удовольствием их представлю. Это Павелка Андрей Петрович. Здравствуйте. Здравствуйте. И Авдулина Валерия. Здравствуйте. Я так понимаю, вы из того самого первого набора, когда набирали девушек. Правильно? Прямо сейчас обо всем интересном поговорим. Но изначально хотела вас, конечно, поздравить с юбилеем училища. Вы большие молодцы. Спасибо большое. Вы прославляете и наш город, и нашу страну. И огромное вам спасибо за это. Спасибо. Хочу сначала спросить, наверное, вас, Андрей Петрович. Как получается так, что именно Краснодарское училище стало, скажем так, флагманом военного летного училища России? Насколько важна действительно та работа, которую сегодня делают офицеры? Первое. Исторически получилось так, что на сегодняшний день осталось единственное училище в Российской Федерации, которое готовит военных летчиков. Это Краснодарское высшее военно-авиационное училище летчиков. Мы готовим специалистов летно-подъемного состава для Министерства обороны, для Министерства внутренних дел и для Федеральной службы безопасности. Те учебные заведения, которые занимались раньше этим направлением, ну, они были объедены и на сегодняшний день подразделениями входят в состав нашего учебного заведения. Потрясающий был праздник у вас в субботу. Спасибо вам большое. Прямо просто феноменальный. А сложно ли попасть в училище? Что нужно знать? Какими нужно навыками обладать, чтобы пройти такой большой конкурс? Ну, первое. Первое. Это прежде всего надо иметь огромное желание стать летчиком. А все остальное, как вытекающее из этого... Остальше научим, да? Как и для любого высшего учебного заведения, абитуриенты, которые приходят к нам, они представляют результаты государственного экзамена. И экзамен по русскому языку, по математике, по физике. Но ввиду того, что это военное учебное заведение, соответственно, есть еще одна специфика. Абитуриенты должны сдать испытания на уровень физической подготовленности и выносливости. То есть, сдают экзамен по физической подготовке. А ввиду того, что это и военное учебное заведение, и учебное заведение, которое готовит летно-подъемный состав, есть еще одно испытательное мероприятие. Это психологический отбор. Профессионально-психологические испытательные мероприятия. В течение четырех этапов проводятся данные мероприятия на возможность человека быть профессиональным военным и тем более на возможность человека быть профессиональным военным летчиком. Проверяется, наверное, это самые сложные этапы, Валерия. Сейчас мы не спросим. Что для нее было самое сложное? Что самое сложное было, Валерия, расскажи. Потому что, на самом деле, первые девушки тогда были. Все телекомпании снимали про вас сюжеты. Вас сначала на первоначальном этапе было довольно много, потом отсеялось, совсем мало уже осталось. Как прошел первый год, если можешь вспомнить? Именно самым сложным у меня испытанием было прохождение профессионального психологического отбора. Потому что это было достаточно специфическое испытание. К этому у нас, к этому школе не готовили. Даже сложнее, чем физподготовка? Да. А что было там? Там проверяются человеческие возможности. Реакция, восприятие, принятие решения, быстрота мышления и тому подобное. И как бы там была моя первая проверка в жизни. И, слава богу, я и вышла. Почему приняла именно такое решение стать военным летчиком? Довольно с ранних лет у меня была мечта такая, скажем, высокая, взлететь в лака, парить. И так получилось, что как раз, ну, набора же не было до этого. И в год моего выпуска Краснодарская высшая военная авиационная через летчиков объявила о первом наборе девушек. И я считаю... Ты поняла, что это знак. Это знак, да. Это действительно был знак, потому что по-другому это не означает, что это было чудом для меня. Вот. Что прямо после школы тут вот набор. Как вообще, вот, наверное, общаешься с девочками, да, вот дружите вы вместе. Как они относились? У них такие же были ощущения, что это действительно какое-то чудесное было происшествие? Да, они также были все приятно удивлены, потому что, ну, просто, считайте, у нас всех сбылась мечта. Мы там прекрасны. Андрей Петрович, сложно девушек учить? В чем разница между курсантами и девушками, и курсантами и ножами? Или не делать абсолютно никаких повлажек никому? Мы выпускаем военных летчиков. Мы не выпускаем военнослужащих девушек или военнослужащих юношей, мы выпускаем военных летчиков. К ним всем предъявляются абсолютно одинаковые требования. Они все должны соответствовать определенным параметрам по уровню профессиональной подготовленности. Поэтому, конечно, для нас они одинаковы вот в этом направлении. А все, что касается работы с личным составом, есть просто определенные особенности. И не более того, они такие же военнослужащими. Ну, может быть, там какие-то отличия, допустим, по физической подготовке. Юноши бегают 3 километра, они по нормам им достаточно бегать только 1 километр на время, к примеру. Все остальное точно так же. Если говорить вот о тех специалистах, которые выпускают училища, то кто это и какого уровня они? Сколько их обычно каждый год выпускают? Это специалисты летно-подъемного состава. По специальностям и специализациям летчики истребительной авиации, фронтовой, бомбардировочной, штурмовой авиации, дальней авиации, военно-морской авиации, военно-транспортной авиации. По поводу количественных параметров, ну, вы понимаете, что я точно не могу давать ответ на этот вопрос. Могу сказать только одно. Мы выпускаем в количестве, достаточном для возмещения вакантных должностей, в Министерстве обороны, Министерстве внутренних дел и Федеральной службе безопасности летно-подъемного состава. То есть, в принципе, название нашего сегодняшнего эфира, как мы его назвали, «Крылья Родины», это про вас? То есть, за большую часть российского неба отвечаете вы? Мы только часть всего этого огромного комплекса, потому что ведь не только летчик. Летчик находится в кабине летательного аппарата и выполняет полетное задание. Но также должны быть специалисты штурманского обеспечения в полете, штурманского обеспечения на Земле, инженерно-авиационного обеспечения на Земле. Это огромное количество специалистов, которые выполняют задачу для того, чтобы летчик смог выполнить свою боевую задачу. Андрей Петрович, согласны вы с тем, что летчики и люди, которые в небе живут, это особая категория людей. И, Лера, наверное, к тебе тоже вопрос. Сначала с Андреем Петровичем хочу обсудить. И что, ну не знаю, это бывает какое-то особое течение обстоятельств, что вот они именно в этот момент родились и они действительно потом становятся пилотами. Я не знаю по поводу того, чтобы вот именно в этот момент родились. Я могу сказать однозначно, летчик это та профессия, которую надо выбирать сердцем. Как-то была определенная дискуссия в одном из высших учебных заведений нашего города. И представители других учебных заведений говорили о том, что молодые люди, когда вы будете рассматривать вопросы о поступлении, ну стремитесь к тому, чтобы выбирать учебное заведение, которое находится ближе к вам по месту вашего проживания. И курсант, который присутствовал на этом мероприятии, сказал следующее. Я с этим не согласен. Профессию надо выбирать сердцем. Летчик это тот человек, который с самого детства мечтает о том, чтобы подняться над облаками. С самого детства человек, который мечтает о свободе полета. Прямо сейчас мне и режиссеры сообщили о том, что мы связались с очень необычным человеком. С нами на связи Денис Евгеньевич Крымский. Он выпускник Краснодарского авиационного училища Министерова. Денис Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что смогли с нами пообщаться. Мы вас с удовольствием, прямо с большим поздравляем с юбилеем. Расскажите, пожалуйста, вот вы общаетесь с летчиками других совершенно, может быть и стран, и училищ. Как относятся вот именно к ребятам, которые окончили Краснодарское высшее военное училище? Мы ребятам относятся с уважением, мы их долго ждали, выпуска долго не было. Сейчас нам ребята пришли с должным уровнем, как теоретически, так и показывают свои практические навыки на высоком уровне. Денис Евгеньевич, у нас сегодня в гостях падалка Андрей Петрович. Можете передать ему привет. Спасибо большое, Андрей Петрович, привет большой с Южного Урала. Здоровья вам большого, всего самого наилучшего. Чтобы также выполняли свои обязанности, как всегда, на должном высоком уровне. Ну мы вам тоже желаем большого здоровья, чтобы все прошло хорошо, отлично заканчивали все задания. Ну и самое главное, всегда возвращались к нам, правильно? Спасибо вам большое. Денис Евгеньевич, тоже привет от меня. Спасибо, помню. Спасибо большое, Денис Евгеньевич. Я знаю, что там очень интересная история у него. Можете рассказать два слова? Хоть у него и секретное задание. Буквально в двух словах. Вот Денис Евгеньевич, курсант набора 2008 года, выпуска 2013 года. На сегодняшний день я мог бы сравнить с Алексеем Моресиевым сегодняшних дней. Почему? Легендарный летчик, который после тяжелейших травм не мог вернуться к летной профессии. Ему врачи запрещали, но у него было огромное желание. И превознимая все, он все-таки вернулся в строй летчиков. Точно так же и Денис Евгеньевич, когда он проходил обучение на четвертом курсе при выполнении прыжковой подготовки, парашютной десантной подготовки во время парашютных прыжков, он получил очень серьезные травмы, попав на высоковольтную линию электропередач. То есть травмы несовместимые с дальнейшей профессией? И дальнейшее обучение ему было, мягко говоря, не рекомендовано. Ему было запрещено. Но, имея огромное желание, он принес несколько операций для восстановления. И в конечном итоге, дойдя до разрешения от министра обороны, все-таки мы получили согласие на продолжение обучения Дениса Евгеньевича по летной специальности. Вот превозмогая все, человек все-таки добился своей мечты, стал летчиком. Мы сегодня находимся в строю боевых летчиков. И спасибо ему большое. Почему? Потому что это мой ученик, с одной стороны. С другой стороны, на его примере я показываю нынешним курсантам, насколько возможности человека позволяют реализовать свою мечту вне зависимости от каких-то обстоятельств жизни. Вы очень настоящим человеке. Ну вот, челения, согласны? Да, да, да. Валерия, вот не страшно, зная то, к чему могут привести твои усилия, 4 года ты будешь учиться, вдруг какая-то неожиданность, ветер подул мне с той стороны, что-нибудь произойдет. Ты готова к этим испытаниям? Да, я думаю, я готова все пережить, все вытерпеть ради своей мечты. А сколько для тебя важно небо? Вы знаете, я о нем только... Ну, это моя главная цель на данный момент, цель моей жизни. Все, то есть я не могу думать о чем-то еще, кроме... Что самое сложное оказалось в учении? Вот то, ради чего, вернее, то, на что больше всего приходится вот напирать, больше всего сил уходит, на что? Ну, знаете, все терпимо, как бы со всем справляемся. Может быть, поток информации, как бы сейчас уже с новым курсом увеличился, уже ты понимаешь, какая на тебе ответственность лежит огромная, и вот, наверное, вот только это. Андрей Петрович, что бы вы посоветовали ребятам, которые, например, смотрят наш эфир, ну, или посмотрят ближе к результатам ЕГЭ, да, найдут наш разговор, и, например, мечтают от такой же профессии, да, вот к чему им нужно себя готовить? Какими нужно, может быть, качествами вот сейчас как раз вот апеллировать, чтобы попасть в строй военных летчиков? Прежде всего, я посоветовал бы молодым людям, которые имеют желание стать военным летчиком. Уважаемые друзья, никогда не отказывайтесь от своей мечты. Делайте все для того, чтобы вы достигали цели и реализовали свои жизненные планы. А все остальное, это вопросы тактические, заниматься спортом, учить математику, учить физику, да, 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 то есть готовиться для того, чтобы реализовать свою мечту. Не могу не рассказать об еще одном герое России, которое совсем недавно было присвоено звание, это Михаил Яманов, в двух словах расскажете, за что медаль ему, или это секретная информация? Миша Яманов, курсант 5-го курса, да, курсант 5-го курса, это набор 2014 года. При выполнении полетного задания во время летной практики в летательный аппарат, которым управлял Михаил, попала птица. Ударившись об остекление фонаря, разбила фонарь, дальше осколки фонаря и сама птица попала в воздухозаборники двигателя летательного аппарата, и двигатель выключился. Произошло помпажирование и отключение. Он был на высоте? А, или он уже садился? Это было на высоте. Это было при выполнении полетного задания. Михаил не растерялся, и даже несмотря на то, что представители наземных служб обеспечения, то есть руководитель полета, давал команду на катапультирование, принял решение действовать по той программе, которая существует, особые случаи в полете при выключении двигателя. Он принял решение посадить летательный аппарат, с чем успешно справился. Как он это сделал? Двигатель потом заработал в процессе? Нет. Он без двигателя посадил? Да. Он просто посадил планирующий летательный аппарат. Сколько весит самолет, который он вел? Несколько десятков тонн? Нет, не несколько десятков тонн, это до 10 тонн. Но все равно 10 тонн, это тоже много. Это очень много. Поэтому выдержка, хладнокровие, но самое главное, очень хорошая теоретическая и практическая подготовка. У Михаила это все было. Он еще с первого курса был человеком, который отличался своей зрелостью, взрослостью. В мышлении тихо, спокойно, рассудительно, грамотно, правильно. Очень интересно. Как вот интересно, сложно ли пойти против приказа, который тебе отдают? Надо действовать по обстановке. Прежде всего, нужны знания и уверенность в себе. Если есть хоть какая-то доля риска, однозначно надо... Нужно ее оценить грамотно, да? Однозначно надо выполнять требования руководящего состава, в данном случае руководителя полета. Но руководящими документами предусмотрено выполнение действий летчика в особых случаях полета. Это может быть при отказе авиационной силовой установки, это может быть при отказе системы энергообеспечения. То есть много случаев, они предписаны в руководстве полетной эксплуатации, описывается порядок действий. И если человек уверен в том, что он знает, то есть имеет теоретическую подготовку, уверен в том, что он имеет практические навыки при отработке данных ситуаций на тренажерных комплексах, он, соответственно, выполняет то, что предписано руководящими документами. Спасибо вам большое, такие интересные вещи вы рассказываете. Самое главное, конечно, желаю вам удачи, очень хороших, толковых и талантливых выпускников. Ну и, конечно, Валерий, тоже успехов и покорения неба. Спасибо вам большое, еще раз поздравляем с юбилеем училища, всего самого доброго. Тема дня продолжается, через несколько минут расскажу, о чем будет через край. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...